Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить десерт, который реально любят все дети. И я уверена, что вы либо готовили уже что-то подобное, либо всегда хотели приготовить нечто подобное. Это все же интересно и смотрится очень оригинально. Это будет шоколадная колбаса. В разрезе она похожа на салями и это очень интересно. Готовится она проще простого и за буквально 5-7 минут. Берем печенье. Сюда подойдет любое песочное печенье. Обычно к чаю вообще не принципиально. Я его измельчаю руками, чтобы часть кусочков остались крупными. Их тогда будет в разрезе видно такими крупненькими, как кусочками сала в салями. Это очень симпатично. Сюда же к сухим продуктам добавляю орехи. У меня это измельченный жареный арахис. Сюда также подойдет и жареный фундук, и грецкие орехи. В общем любые орехи, которые вы любите. Благодаря тому, что в составе есть шоколад и масло, они у вас не размокают, а остаются очень вкусными. Отставляем пока сухие ингредиенты и растапливаем шоколад. Шоколад можно взять любой, хоть молочный, хоть черный, как у меня. Можно взять даже белый, но тогда печенье лучше использовать шоколадное, чтобы все-таки его было видно. Растопила шоколад и теперь в шоколад добавляю масло. Если масло возьмете с холодильника, то прогрейте еще немножечко в микроволновке вместе с шоколадом, чтобы все у вас хорошенько разошлось и была вот такая вот масса гладкая. И теперь в шоколад нужно будет добавить сгущенку. Сгущенка обычно жидкая, не ириска. И опять же нужно хорошо соединить. До однородности. И теперь шоколадную массу добавляем к орехам. Я вначале думала не добавлять какао, а потом посмотрела, что мне не очень устраивает цвет. Я хотела более темный, насыщенный цвет такой шоколадный получить. И поэтому в процессе решила добавить еще какао. В оригинальном рецепте добавляют еще сахар. Я сахар не добавляю, и так все продукты сладкие, поэтому не вижу в этом смысла. После того, как я добавила какао, его можно добавить и сразу к орехам, и потом уже добавлять шоколад. Но вы видите, я уже на этапе замеса добавила какао, и получается вот такая вот темная масса, которую нужно будет выложить на пленку. Выкладываем такой трубочкой, и будем с вами делать типа суши. Выгоняем весь воздух, поджимаем нашу колбаску, и сейчас заворачиваем конфету. Прокатываем, берем за два конца и прокатываем, чтобы она у нас стала круглая. И теперь нужно будет зажать. Опять же, берем за два конца и закручиваем как бы колбасу. Она у нас натягивается пленкой, и колбаса становится вот такой вот круглой. Отправляем в холодильник минимум на 2 часа, для того, чтобы и шоколад стабилизировался, и масло, и наша колбаса стала такой плотненькой, как раз подходящей для нарезки. После того, как уже колбаса полежала в холодильнике, она стала довольно плотной, и для того, чтобы она была посимпатичнее, я ее сверху буду присыпать сахарной пудрой, которую буду втирать немножечко в колбасу, для того, чтобы такой своеобразный налет образовался, как на дорогой колбасе. Вот такая вот красота у нас получается, как настоящая колбаса. Давайте разрежем. Посмотрите, прям как настоящая салями получается шоколадная. Очень симпатично. Ее можно декорировать красиво, вмотать вот такой вот натуральной ниткой. Это очень симпатично и очень вкусно, и любят все дети. Обязательно попробуйте, это также очень вкусно. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.